добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о авторитете и мудрости итак мы говорили о том что мудрость отвечает на вопрос почему для начала мы с вами ответили что и как и теперь мудрость отвечает на вопрос почему когда наши дети начинают искать мудрости они приходят к нам и задают этот вопрос почему папа почему ты работаешь почему ты уходишь почему ты так много трудишься для чего это нужно к чему это ведет папа в чем заключается смысл жизни папа в чем твое призвание папа в чем мое призвание папа а какие самые главные допустим там пять вещей мне необходимо знать о жизни папа а почему ты любишь нашу маму и так далее или наоборот почему ты не любишь нашу маму дети задающие такие вопросы они перешли вот в то состояние жизни когда им важны важна мудрость а не знание и вот вопрос в том что если вы не смогли ответить на эти пытания то вы не сможете дать эти ответы детям я конечно понимаю что очень многие папы не ответив самому себе на эти вопросы но обладая набором социальных штампов о которых мы с вами говорили когда говорили о мягком и твердом уме просто предлагаю детям готовы чужие решения но детям это не нужно детям нужно увидеть не папу который умеет прогуглить знаете мне очень сильно раздражают люди которые живут в гугле ты готовишься какой-то лекции ты готовишься к выступлению ты анализируешь делаешь какие-то опросы общаешься с людьми делаешь выводы и когда ты говоришь человек берет телефон и начинает что-то делать что вы делаете я смотрю в гугле окей я согласен но что вы думаете на эту тему а он не думает на эту тему он ищет в гугле и он говорит о послушайте истинная мудрость это вот это вот это и вот это а вы говорите что это умение применять знание но умение применять знание вернее мудрость как умение применять знание это мое это моя формулировка это то о чем я думал и размышлял не один день но вы просто зашли в википедию прочитали за о здесь хорошо сказано у нас выросло целое поколение статусов целое поколение людей которые ну давайте так не прожили не переосмыслили многие вещи и просто говорят правильные абсолютно правильные фразы но это не их фразы и вы знаете что происходит дети понижает наш авторитетный статус таком случае они говорят мой папа может не вслух не говорят мой папа он он не мудрый человек он человек который ищет ответы чужие он не думается вот знаете очень важно для нас для отцов быть вот этими людьми которые помогают детям ответить на те вопросы которые у них возникают и мы даем свои ответы даже если эти ответы будут похожими на ответы в гугле даже если мы соглашаемся с тем что там написано то может быть перед тем как это сделать переосмыслить себя и свою жизнь в свете этого вопроса зачем ты живешь какова твоя миссия к чему ты стремишься почему ты любишь или почему ты не любишь мы боимся этих вопросов потому что они теребят душу и делают нас уязвимыми но они же поднимают наш авторитет в семье настолько высоко что ничто другое не сможет этого сделать так и